Сейчас тяжело. Ух ты ж блядь. Сейчас хорошо, сейчас правильно. Ну, ну всё. Всем привет! Меня зовут Артём Ухаров. Это Михаил Пщушев. Мы в клубе Завод. Сейчас я вам покажу Стефаром. Это жёсткая рука. Как играть Стефаром в гарде и зачем это нужно? Когда вы играете в гарде, у вас как бы слои защиты. Вы сначала играете стопами, ногами, потом вы играете коленями, потом играете тазом. Если вы всё это прошляпили, у вас остаются руки. Но многие не знают, особенно белые и синие повеса, они знают, как работать руками и что они у них вообще есть. Ториада. Да, то есть обычно мы проходим ториада. Нормально. Он дёргает мои ноги, ставит их на пол, я лежу, руками не работаю, корпусом не работаю, он спокойно обходит меня. Вы можете пытаться упереться в таз, но рано или поздно всё равно ваши ноги, руки продавятся. А, и проход. Вам нужно работать корпусом, и в частности своими руками. Когда он дёргает, я сажусь, выставляю прямую руку ему в шею, или в голову, или в плечо, чтобы взять давление, и ставлю руку на пол. Получается, как прямая линия. Весь его вес уходит в пол. Если мои руки будут немного согнуты, он даст давление, вектория уходит в таз, и я ломаюсь. Прямая рука, желательно в шею, чтобы ломать его осанку. То есть, если он прямой, спиной прёт на меня, ему легко. Но если я начинаю убирать голову в сторону, он прёт на меня, ему уже посложнее. Всё давление уходит в руку. Он может пробовать оббегать, я буду просто двигаться даже от него. Ему, чтобы меня положить, нужно освободить руку и взять за плечо. И в момент, когда он освобождает руку, я могу просто обратно лечь в гар, и всё ок. На примере оверандера. Да, умерёт оверандер, его голова здесь, спина прямая. Да, проход. И проход, проход, проход. Соответственно, чтобы мне от этого защититься, с пользовательностью фарм, мне нужно руку в голову, да, не дать ему выпрямить спину, не дать ему поставить вес. Я также могу садиться, и выпрямлять руки. Видите, вес уходит в сторону, я могу быть здесь, может быть играть в крючки, может быть какой-то гар, или просто сдерживать. Да? Давида ведали на меня. Да, просто сдерживать и опять гар. Всё окей. Не слайд. Например, не слайды, как это будет выглядеть. Да, то есть, если я не работаю своими руками, он просто проходит. Всё работает. То же самое, если я начинаю работать руками, просто смещаю его спину в сторону, и начинаю садиться вставать. Да, то есть, его вектор уходит в сторону, я могу вылезти, может быть встать. Есть разные варианты, это может быть отворот здесь, может быть отворот здесь, может быть вот шив, допустим. Да, да, да. Здесь работаем рукой. Не тот, кто зря взял, мне теперь сложно очень. Окей, не слайд, он хочет идти ко мне сюда прижиматься, да, и здесь уже будет проход. Если я работаю руками и встаю, он не может прижаться, у него нет возможности прижаться, я могу, да, отползать. Ну, почему-то упал, но такое тоже может быть. В общем, используйте ваши руки, да, то есть, когда вы уже прошляпили работу ногами, садитесь, ставьте руку, прервая спина и работайте рукой. Смотрите, так же вы можете не обязательно работать прямой рукой. Да, если нам дистанция не позволяет, вы можете работать просто плечом. точно таким же образом. Рука в пол, уперлись в плечо, ломаем осанку и по той же схеме можем работать креветки, срывать и работать. Или устанавливать просто гард. вот Стефан. Да, он может пробовать отбегать, я буду просто двигаться, потому что у меня очень много отбегать нужно. не в эту сторону, но кто в эту сторону отбегает? Давай, обратно. Ну, мы же репетировали. Я лежу, подожди, 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 я лежу, да, ничего не делаю, да. Дубль два. Какой-то человек, который не признает полумер. Подожди, все бросил. Смотри, сел. Просто загрузилось. Ждешь. Подожди. Теперь уже снова.